Приветствую вас. Я думаю, что здесь важным таким ключевым моментом, на мой взгляд, является то, какой вы сами демонстрируете опыт ребенку общения. То есть, как вы показываете ребенку вот этот элемент общения. То есть, вы демонстрируете ребенку пример, скажем так. Вы демонстрируете ребенку то, как можно общаться, как можно взаимодействовать. Или вы, там, условно говоря, переживаете и волнуетесь за нее. А вот как научить ее, условно говоря, общаться. Так как научить ее взаимодействовать с людьми, вот это вы не можете. Это вы не умеете. То есть, первый вопрос, который у меня к вам, это вопрос такой. Как у вас сообщение? Как у вас с друзьями, как у вас самой, условно говоря, с подругами, да? То есть, ну, вы с вами как вот, у вас у самой с подругами все хорошо или не очень, да? Вот. Потому что все-таки дочь, она, ну, ориентирована на вас. Вот. В первую очередь. Она ориентирована на вас. И на мой взгляд, как бы, ну, ориентированность на вас. То есть, дает, ну, условно говоря, некоторую ответственность. То есть, ну, ответственность именно вам. То есть, это то вот, как вы транслируете ребенку в позицию в общении. Вот. В том числе в общении с другими людьми. Вот. Поэтому можно, безусловно, можно переживать за нее. И я бы сказал, что, вероятно, это нормально, что вы за нее беспокоитесь. Но то, что вы можете сделать, это продемонстрировать ей, как вы общаетесь сами. И поспособствовать, наверное, поспособствовать расширению ее интересов. То есть, чтобы у нее было больше интересов. Как можно больше. Если вы это сделаете, то, на мой взгляд, ситуация может стать лучше. Вот. Сейчас ребенок переживает вот эту историю, что все дураки. И это классическая, такая довольно подростковая история. Тут нужно понимать, что не только она считает, что все дураки, но и все остальные считают, что другие тоже дураки. Как-то не парадоксально и не странно звучит, но это правда. Вот. И соответственно, ну, в подростковом возрасте подобные реакции, как мне кажется, вполне нормально. То есть, вполне адекватно это. Вот. Я не думаю, что в этом месте что-то такое, ну, как бы, аномальное здесь. То есть, вот, в самом по себе, да, в самой по себе, реакции я ничего странного не вижу. Вот. Но, коммуникацию, конечно, она выставить нужно. Вот. Если вы, если вы переезжали в другое место, да, или она, соответственно, переходила в другую школу. Вот. Вот. То есть, ну, это драма для ребенка, ну, для ребенка это драма достаточно часто. Вот. И эта драма, она, вероятно, не была прожита до конца. Вот. То есть, ну... Если вы такая достаточно... Достаточно жесткая. Вот. Если вы такая достаточно волевая, да. Вот. Если вы... Ну, такая достаточно... Достаточно... Как бы сказать... Самостоятельная, да. То есть, не мягкая. Вот. То и... Ну, как бы... Как бы... Ваш дочь тоже будет такой вот не мягкой. Вы не то. Такudよ. Вот. Это... Это... Помогает... С CV. Ужидка... Помогает... Эм... Эм... Дыйидь, в видь... savv.. Если вы понимаете, в чем я... Наверное, что я имею ввиду. Вот. Поэтому важно, чтобы вы, может быть, позволили бы своей дочке выражать определенные чувства, да, определенные эмоции, чтобы вы позволили ей проявлять слабость. Мне кажется, что вы этого не позволяете. Но я могу ошибаться, понятное дело, я могу, понятное дело, могу быть не прав. Но мне видится именно такой аспект этой ситуации. И, соответственно, если я прав, то начинать вам нужно с себя. То есть начинать нужно именно со своей реакции. Начинать нужно именно со исследования своих реакций на то, что между вами происходит. Между вами и дочкой, я имею в виду, между вами и дочерью происходит. Вот. И дальше уже смотреть на то, что можно сделать. То есть, ну, на то, как можно двигаться дальше. Ну, вот, в направлении. Вот. То есть, что можно изменить, что можно поменять. Чтобы дочери было легче. Вот. Вот. Вот так вот мне кажется. Сейчас вот то, что я мог бы выделить, это то, что вы в какой-то степени обособились, и ребёнок обособился тоже. Ну, как бы, вряд ли она, я имею в виду, девочка вряд ли могла поступить по-другому. Вот. Я вас не обвиняю ни в коем случае, ни в коем раз. Раз я вас не обвиняю, не хочу, чтобы вы думали, что я вас обвиняю. Вот. Просто, ну, говорю о том, вот, как мне видеть. Вероятно, если бы у вас, если у вас будет больше интересов, вот, ну, своих интересов, ваших собственных, то, возможно, и дочери вашей тоже было бы легче. Вот. Так, конечно, если у вас, например, интересов не так много, например, вот, то и у неё тоже интересов будет, ну, не так что прям много. Вот. Это, мне кажется, тоже вполне нормальная такая вот история, нормальная такая позиция. Вот. Другой вопрос, захотите ли вы что-то менять, да, захотите ли менять в себе что-то, потому что, ну, довольно, довольно часто, весьма болезнен реагирует родителей на идею о том, что то, что происходит с их, ну, с их детьми, да, это, как бы, ну, основание их. Вот. И я могу, там, опять же, понять, да, вот. Поэтому, собственно, хочу, чтобы вы прислушались к себе достаточно, ну, корректно, вот. Хотел бы, чтобы вы прислушались к себе достаточно корректно и честно ответили бы себе на вопрос, хочу ли я и готовы ли я что-то менять, что-то менять. Вот. Соответственно, если готовы, то мы поможем вам, вот, и дочери можно, в принципе, будет направить к психологу, да, вот. Ну, вероятно, к детскому, вот, к психологу, чтобы он помог ей как-то справиться с тем, что происходит. Вот. И вам тоже желательно поработать, вот, над собой. Вот. Такой ответ я мог бы вам дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. А я надеюсь, что вам это было, ну, по меньшей мере, интересно, по меньшей мере, это было вам полезно, я надеюсь. Вот. Вот. И надеюсь, что вы для себя получили, значит, ну, я надеюсь, что вы тогда получили некую полезную информацию, которая позволит вам сформулировать обратную связь, и эта самая обратная связь, послужит хорошим началом для психотерапии, для работы над собой. Вот. Я вам сейчас, в свою очередь, желаю всего самого доброго. Я надеюсь, что ваша ситуация изменится, изменится. Она, к сожалению, не сама, а только если вы будете в этом направлении работать. Ну, вот, поэтому много здесь завис от вас. Вот. Но, в любом случае, я надеюсь, что ситуация получит какое-то свое разрешение. Всего вам самого доброго и удачи! Удачи вам!